Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами поучимся определять, насколько вы удачливы, а насколько нет в этой жизни. Потому что каждый иногда задаётся вопросом, вот могу ли я выиграть в лотерею, или чтобы мне в жизни повезло, и я стал звездой, или ещё что-нибудь. То есть на самом деле многие считают, ну и это в принципе правильно, и за это действительно отвечают, семёрки в квадрате Пифагора. И поэтому мы сейчас с вами поучимся вообще свой квадрат Пифагора составлять, но это вообще такое действие очень простое. Для этого не обязательно каждый раз заходить на сайт, чтобы за вас сайты рассчитывали, да, то есть это можно сделать прямо на бумажке. Но на сайтах тоже удобно, то есть в интернете, в гугле, да, если вы пишите «рассчитать квадрат Пифагора», то сразу же выпадает целая куча сайтов, где вы можете ввести там дату рождения, свою или чужую, и увидеть, какой квадрат Пифагора получается. Но в квадрате Пифагора каждый отдел, вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, отвечает за какую-то сферу жизни. Так вот, семёрки отвечают за удачливость. И если у вас семёрки в квадрате Пифагора есть, это говорит о том, что у вас шансов больше, чем у других, понимаете. Но при этом тоже есть там разница, некоторые нюансы, да, поэтому давайте немножко с вами поговорим об этом. Ну и потренируемся рассчитывать квадрат, чтобы, допустим, ну представьте, отключили весь интернет, а вы так и не знаете, да. Хорошо, ну давайте теперь посмотрим. Значит, я взяла примеры из жизни, ну то есть звёзды — это самое простое, на ком можно тренироваться. Почему? Потому что это всё-таки конкретный человек, и мы знаем, а как ему в жизни повезло, да. И первый, кто у нас реально кому повезло в жизни, это был Максим Галкин, как вы знаете, да. То есть ему в жизни повезло. Почему ему повезло, как вы думаете? Потому что он женился на Али Пугачёвой, да. Он и до этого там протолкнулся как хороший пародист. И талант у него, конечно, потрясающий. То есть мы этот талант нисколько его не отменяем, да. Но всё-таки, всё-таки ему в жизни как-то повезло, да. Смотрите, как высчитывается квадрат Пифагора Максима Галкина. Мы берём, ну и вашу дату рождения, вы можете писать по примеру, да. Мы берём и пишем сначала дату рождения полностью и без точек, и без нулей. Нули вы сразу же отпускаете. И получается, смотрите, 1861976. Что нужно сделать с этими цифрами? Первое, что надо сделать, это сложить все эти цифры, да. То есть мы берём 1 плюс 8 плюс 6 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 6. И равно, чему это равно? Давайте будем считать, да. Так, у меня 38 получилось. Давайте ещё раз перепроверим. Да, 38, правильно, 38. Хорошо, теперь мы с вами идём к следующему этапу. То есть вот это вот число очень важно. Но это первое число, так и напишём. Первое число. Теперь мы берём, значит, и складываем 3 плюс 8. Равно 11. Это второе число, как вы знаете, да. И дальше мы, значит, берём и умножаем первую цифру. Это 1 на 2. 1 умножить на 2 будет 2, да. И мы отнимаем от первого числа эту цифру. 38 минус 2 равно 36. Это третье число. Третье число. И теперь мы складываем 3 плюс 6 равно 9. Это четвёртое число. Теперь мы берём и выписываем все эти цифры в один ряд, да. То есть мы берём 1, 8, 6, 1, 9, 7, 6, 3, 8, 11, значит, 3, 6, 9, да. И теперь мы должны записать соответствующие окошки квадрата Пифагора эти цифры. Всё очень просто, согласитесь. Сюда записываются единицы. У него их 4. Следующие записываются двойки. У него их нет. Мы ставим прочерк. Дальше мы записываем 2 тройки у него. 2 тройки. Дальше мы записываем четвёрки. У него их нет. Дальше мы записываем пятёрки. У него их нет. Дальше мы записываем шестёрки. У него их 3. Дальше мы записываем семёрки, у него одна, восьмёрки, у него их две, и девятки, у него их тоже две. Теперь мы видим, что у Максима Галкина есть семёрка в квадрате Пифагора. И также мы это могли определить здесь, но семёрки могли бы добавляться в процессе. И хотя бы одну вы сразу же видите в дате рождения. Что это значит? Одна семёрка. Вообще, почему ему в жизни повезло? Почему с одной семёркой ему повезло? Вот смотрите, если у вас нет семёрок, вы в квадрате Пифагора. Что это означает? Это говорит о том, что вы не то что невезучий, это говорит о том, что в жизни у вас нет места для счастливой случайности. И вам не стоит надеяться на везение, нужно полагаться на собственные силы. Вот если это окошечко пустое, на собственные силы надо полагаться. Не надо ждать удачного случая, просто двигаться вперёд. И важно понимать, что отсутствие семёрки не означает, что придётся сталкиваться с неприятностями, а скорее наоборот, это возможность полностью контролировать все события жизни. Не зависит от того, повернётся удача лицом или спиной. А семёрка, как у Максима Галкина, если вдруг у вас совпадает, у вас одна семёрка, это показывает, что успех в деле лишь частично зависит от удачи, но для достижения результата всё же необходимо прилагать усилия. А мы видим, что у Максима Галкина шестёрки, когда вы рассчитываете семёрки, когда вы на них обращаете внимание для своего везения, для своей удачи, для своей фортуны, вам на шестёрки тоже надо обращать внимание. Допустим, если у вас нет семёрок, пусто здесь, а шестёрки там две-три, это всё равно, что вы можете в жизни всего добиться своим трудом. Так вот, Галкин, имея одно везение, ещё имеет три шестёрки, это невероятная трудоспособность, а ещё и две-тройки талант. И мы понимаем, что у него сочетание, конечно, но семёрка, конечно, она показывает, что она помогает быстрее добиваться целей в жизни. И в процессе этих достижений обстоятельства складываются именно благоприятным. Например, происходит встреча случайная совершенно с нужными людьми, неожиданно поступает важная информация или ресурсы, как у Галкина. И, конечно, обладатель одной хотя бы семёрки в квадрате Пифагора быстрее получает вознаграждение свыше за свои старания. Но у него усилено всё ещё и шестёрками. Считаю, у него четыре семёрки, можно так сказать, потому что он свои шестёрки может перевести в семёрки, как вы знаете. Ну или не знаете, тогда я вам рассказываю. Хорошо, теперь давайте возьмём следующую нашу звезду. Звезду. Это Леонардо Ди Каприо. Как вы знаете, это тоже такой очень известный актёр. И в жизни ему тоже во многом везло. Если он долго не получал Оскар, это не означает, что он невезучий. Потому что всё-таки он очень известный человек, богатый. И очень многого в жизни добился. Но вы сейчас увидите по дате рождения, почему вообще он всего добился. Но я вам расскажу это в другом видео. То есть мы сразу же видим. Одна семёрка точно есть у такого человека. Но мы также видим пять единиц. А пять единиц... Вообще единицы — это лидерские качества. Чем их больше, тем лучше. У Максима Галкина их четыре, он лидер. У Ди Каприо уже пять единиц, уже здесь. То есть её может ещё и добавиться. Это, конечно, безусловный лидер. Это даже тирам. Хорошо, давайте посмотрим. Раз у него есть одна семёрка, будет ли вторая? Выписываем опять, значит, всё это дело. И складываем, да, как вы знаете. Складываем. 25 же, да, получается. Ну, давайте вот 5 до 9, 14 до 7, 21 до 4, 25. Это первое число, да. Первое число. Опять высчитываем. 2 плюс 5 равно 7. Видите? 7 — это второе число. То есть две семёрки вы нашли уже у него, да, или каплю. Дальше, значит, что мы делаем? Опять умножаем тут на 2. 25 минус 2 равно 23. Это третье число. И 2 плюс 3 равно 5. Это четвёртое число. И что мы видим? Что мы видим, да? 1, 1, 1, 1, 1, 9, 7, 4. Дальше, значит, 2, 5, 7, 2, 3, 5. Правильно? Хорошо. Давайте теперь выписывать. Значит, у него получается 1, 2, 3, 4, 5 единиц. Да? 5 единиц. 5 единиц. Дальше, значит, у него двойки, да? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, а, двоек, 2, да? Извиняюсь. Тройка, 1, неправильно. Не посмотрела вот сюда. Вот видите, надо внимательнее быть, да? Тройка, 1, двоек, 2, четвёрка, 1, пятёрок, 2. Шестёрок нет, семёрки, 2, восьмёрок нет, девятка, 1, вот. Смотрите, значит, на квадрат нашего Дикаприо, да, Дикаприо. Мы видим две семёрки. Что это означает две семёрки? Это человек, везунчик, он баловень судьбы, и высшие силы по-разному проявляют к нему свою благословность. То есть могут посылать везение в мелочах или могут одаривать большими возможностями. Главное, правильно распорядиться своей удачей. И, конечно, когда у вас есть две семёрки, вот сразу рассказываю, необходимо использовать все шансы. Не надо не бояться, не ждать более благоприятного случая. Действовать сейчас. Не стоит ни отказываться от выгодного предложения, допустим, даже если оно рискованное. Не отлынивать от лотереи. То есть нужно всё это делать, чтобы всё-таки воспользоваться вашими возможностями. Конечно, две семёрки могут втягивать своего обладателя и в неприятности. Но они же в итоге его и спасают. Допустим, если такой человек решит воровать, с первого раза в тюрьму он не сядет. Может, даже не сядь со второго. Но это не значит, что воровать — это хорошо. Лучше использовать семёрки как Ди Каприо в карьере, в актёрской. Допустим, стать знаменитым, добиться всего, добиться этих миллионов долларов и так далее. То есть вот наглядный пример. Но есть ли люди более везучие? Есть ли ещё более везучие? Давайте посмотрим. Есть такой персонаж, как вы знаете, очень знаменитый. Арнольд Шварценеггер. Как я красиво пишу. Арнгольд Шварценеггер. О, плохо получилось, не умею писать. Ну ладно. Его дата рождения больше всего нас волнует. 30-е, 0-7-е, 1947-е. Да, то есть вот я была в него в детстве влюблена. В 5 лет я сказала бабушке, что съезжаю с садика прямо к Шварценеггеру в общагу. Не знаю, почему он жил в общаге в тот момент моего воображения, но так получилось. Так, выписываем. А, без нулей. Так, без нулей. 3, 7, 1, 9, 4, 7. Вот так надо записать для расчёта. И теперь мы это всё дело складываем. 10, 20, 31. Всё просто. Это первое число, да. Дальше мы, значит, берём 3 плюс 1 равно 4. Это второе число. Теперь мы вот эту цифру умножаем на 2, как вы помните. Тройку, он же 30-го родился. Тройку. 6 будет. Значит, из 31 мы вычитаем 6. И получается у нас 25, да. Это третье число. А 2 плюс 5 равно 7. Это четвёртое число. Хорошо. Теперь выписываем все цифры подряд, да. 3, 7, 1, 9, 4, 7. То есть мы уже видим две семёрки. Сразу же автоматически, да. И дальше 3, 1, 4, 2, 5. И ещё одна 7, да. Шварценеггер. Ух, какой товарищ. Хорошо. Теперь мы выписываем единицы сначала. 2 единицы у него всего лишь. Он не лидер. Дальше двойка всего одна, да. Ещё и вампир. Но это мы обсудим с вами в следующих выпусках. Дальше тройки. 1, 2, 2 тройки, да. 2 тройки. Теперь четвёрки. 1, 2. Это очень важно. 2 четвёрки. Это очень важно. Дальше, значит, мы пятёрки. 1 пятёрка, да, у него. Дальше шестёрки, 0. Семёрки, 3. Эти, 3 семёрки. Восьмёрка, 0. Девяток, 1. Вот, какой товарищ у нас Шварценеггер, да. Хорошо. 3 семёрки. Представьте, что у вас в квадрате Пифагора такое. Вы бы обалдели, наверное, да. Ну вот расскажите, а есть ли у вас такое? Вот вы свой посчитали. Есть ли у вас 3 семёрки? У кого? Итак, что это означает? Это говорит о том, что это инженер жизни, да, 3 семёрки. Инженер жизни. Это значит, он сам определяет свой жизненный сценарий. Любые его мысли реализуются довольно быстро. Но и мечты, и страхи, и сомнения, и обиды всё реализуются. Всё реализуется. Поэтому Арнольд Шварценеггер обладает крайне позитивным мышлением. Он об этом говорил. Если у вас 3 семёрки, вы должны повышать свою духовную грамотность, изучать разные направления эзотерики, чтобы знать, как правильно использовать такой потенциал. И, конечно, мы обращаем внимание на шестёрки. Если у вас их нет, семёрки могут перейти в шестёрки, в работоспособность. И могут перейти обратно, да. Поэтому, я вам так скажу, только на материальных вещах концентрироваться такому человеку нельзя. Что сделал Шварценеггер? Он сконцентрировался на всём и сразу, правильно? Актёрская карьера. Карьера в фитнесе, бодибилдинге, да. Это вроде как физика, но это несёт и много морального. Плюс политика потом. Плюс он очень много помогал людям. Он несёт не только, значит, просто что-то материальное в этот мир. Он несёт много духовного. Он является собой пример большого, доброго человека, да. Не просто накачанного там тупого качка. Нет, именно видно, что у него и разум хороший, и чувство юмора есть, и всё, да. То есть он со всех сторон. Он проявил свои семёрки полностью. При том, что у него, да, у него есть плюсы ещё в кадроте Пифагора. Это две четвёрки, две тройки. Это понятно. Здоровье и талант. Но вы знаете, всё-таки, когда у человека три семёрки, это всё-таки везунчик и баловень судьбы. И да, такой человек может пойти по тёмному пути, совершать преступление, его долго не поймают, но ему всё равно придётся это всё заплатить. И он лишается каждый раз семёрки, когда его не наказывают за что-то. Лишается своей семёрки. И в следующей жизни он будет ужасен. Но в этой жизни вы всегда можете распорядиться семёрками на лучшее усмотрение, да. То есть делайте из себя прям конфетку, как Шварценеггер. Вот. И давайте расскажу. Вот примера у меня нет. Но всё-таки есть у вас четыре семёрки и более. Но есть такие люди. Есть такие монстры, я скажу. Смотрите. Человек имеет массу, вот просто массу возможностей, когда у него четыре семёрки и более. Они сыпятся, как из рога изобилия на него. Но он к этому так быстро привыкает, что перестаёт обращать внимание на знаки и вовсе не пользуется благоприятным стечением обстоятельств. И он не чувствует влияния удачи. Хотя на самом деле у него и харизма, и обаяние, и всё-всё-всё есть. И этот человек, он мог бы и выигрывать. Он мог бы и, значит, в жизни стать известным, популярным, богатым. Там, не знаю, жениться на благополучной женщине или выйти замуж за благополучного мужчину. Главное — это заметить в своей жизни. И главное — сделать так, чтобы эти семёрки-то работали, а не просто не обращать на них внимания, потому что ты уже привык, что тебе везде везёт. Если ты заметишь, что ты счастливый человек, иди, покупай билет лотерейный, но не стань игроманом в казино. Это две большие разницы. Поэтому, дорогие мои, как воспользоваться вашими семёрками, это только вам решать в жизни. Но вы можете быть очень удачливы, если они у вас есть в квадрате Пифагора. И если даже у вас их нет, вы можете перебросить свои шестёрки на семёрки. То есть, зная, что вы способны к физическому труду, развивайтесь духовно, и они шестёрки перейдут в семёрки. Обязательно перейдут. Работая физически, вы можете работать и духовно, развиваться духовно, и у вас всё получится. Ну, теперь, конечно же, я жду ваших мнений. Что вы у себя насчитали в квадрате Пифагора, и пользовались ли вы своими семёрками, если они у вас есть. До новых встреч! Пишите, стоит ли продолжать такие видео. Субтитры создавал DimaTorzok